Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. 57 уголовных дел возбуждено на территории обслуживания Люберецкого УВД на минувшей неделе. Начальник полиции Евгений Романцев рассказал о самых резонансных преступлениях. Жестокое убийство на бытовой почве совершено в городе Дзержинском, а в Малаховке 42 друзей привело к смерти одного из них. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Далее работу оперативного совещания продолжил Максим Катаев. По его словам, на прошедшей неделе в городском округе произошло два пожара. 11 сентября в 18.27 посёлок Октябрьский, улица Первомайская, дом 16, квартира 73. Было загорание личных вещей в квартире на площади 2 квадратных метров. Ликвидации до прибытия пострадавших нет. 15 сентября в 0 часов 9 минут Люберц, Хлебзаводской проезд, у дома 1. Было загорание моторного отсека автомобилей «Лексус» на площади 1,5 квадратных метров. Пострадавших нет. До начала отопительного сезона остаются считанные дни. По словам Александра Проварова, ресурсоснабжающие организации «Жилой фонд городского округа» готовы к нему на 100%. Что касается ремонта подъездов, то он завершён на 75%. На сегодняшний день остается провести работы на 330 объектах. По капитальному ремонту, выполняемому за 2017 год, это 183 дома. В работе находится по кровлям 23%, в работе по фасадам 17%, внутренние инженерные объекты 45%, ремонт систем центрального отопления 23%. Организация, выполняющая ремонт на территории городского округа, это Люберецкий городской жилищный трест, который идёт по графику перевыполнения графика, также организация ТВИН. В Люберцах продолжаются мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан. На данный момент в городском округе проводятся замеры дорог и тротуаров для последующего понижения бортового камня и установки тактильной плитки. Выполнены работы по понижению бортового камня и устройству тактильной плитки на пешеходных переходах и тротуарах по улице Митрофаново. Также выполнены работы по ремонту тротуара вдоль Комсомольского проспекта около Российской таможенной академии. На текущей неделе с 19 по 21 сентября в Доме правительства Московской области состоятся дополнительные дни защиты проектов премии «Наше Подмосковье». Туда приглашаются все номинанты, которые не успели принять участие в презентации на территории своего муниципалитета и отправили на электронный адрес соответствующую заявку. Соискателям необходимо взять с собой паспорт и также заявление от всех членов инициативной группы. Луизия Гязарян, Дмитрий Шарапов, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.